В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. 10 ноября в стенах Национального университета Одесская юридическая академия состоится международная научно-практическая конференция «Адвокатура. Прошлое, современность и будущее». О том, что там будет происходить, расскажет адвокат Игорь Фомин. Здравствуйте. Здравствуйте. Что будет проходить в рамках этой конференции? Будет проведен ряд семинаров, в том числе с участием международных представителей адвокатуры, которые говорят о том и будут говорить о том, что ожидает адвокатура, как ей изменяться. Один из гостей – я. Много вообще участников будет в этом году? То есть конференция уже не первый год проходит, но, насколько я знаю, седьмая? Мне сложно сказать о количестве участников, потому что я не организатор, я сам гость. Ну, достаточно много, по крайней мере, из тех… Много ли ваших коллег будет? Ну, моих коллег будет только на том мероприятии, на котором я нахожусь, сто человек. А как это обычно происходит? Это доклады ученых, студентов или это круглые столы, в рамках которых вы обсуждаете какие-то актуальные темы? Ну, это и доклады, и круглые столы, потому что общение адвокатов, оно всегда открыто, оно всегда связано с обменом точками зрения, с взглядами, пониманием адвокатуры. Ну, и не только адвокатуры, я, в общем-то, адвокат уголовного процесса, изменениями, которые есть и происходят в Украине. Я думаю, что не только точка зрения важна гостя, приглашенного гостя, важна точка зрения каждого участника. Какие актуальные темы в этом году планируете обсудить? Ну, я специалист в вопросах уголовного права, и мы будем обсуждать именно на моем выступлении, на моем, можно сказать, семинаре, что ли, мы будем обсуждать вопросы уголовного права, тактика работы адвоката в уголовном процессе, тактика подготовки работы адвоката в уголовном процессе, особенности, изменения в законодательстве, на что необходимо обращать внимание. Ну, и поскольку у нас будет такая достаточно неоднородная аудитория, потому что будут и студенты уровня магистров, и будут профессиональные адвокаты одесситы, то я постараюсь коснуться и принципов работы адвокатуры, ну и, конечно, каких-то вещей, которые есть частью моего опыта как профессионал. А за последние годы вот что изменилось в принципах вашей работы? Ну, у нас меняется не годами, у нас меняется иногда днями. Принципы работы адвокатуры не изменились. Адвокат все равно должен знать свое дело, пытаться определиться с объективной истиной по делу, пытаться найти то освещение, которое необходимо для этого дела, прежде всего с точки зрения позиции адвоката и защищая интересы своего клиента. Что меняется? Меняется законодательство, причем меняется стремительно. У нас рождаются новые органы, то рождаются долго, рождаются быстро, вообще не рождаются. Меняются законы, причем так стремительно, что ты не успеваешь их читать. И когда прочитал, думаешь, может быть, ты ошибся. То есть у нас времена такого, ну, с моей точки зрения, бурного периода, такой по принципу, не знаю, чуть ли не революции 17-го года, такого мирового пролетариата. Что-то происходит, что-то кипит. Вы уже начали говорить о законах, давайте подробнее об этом поговорим. Совсем недавно был зарегистрирован законопроект о юридическом образовании и общем доступе к юридической профессии. Вот много очень споров вокруг этого законопроекта, ваши к нему отношения. Ну, вы знаете, я не хочу говорить о себе как о специалисте в вопросах образования. Я ведь практикующий адвокат. Я скорее делюсь своими знаниями и своими подходами, приобретенными в практике. Я не являюсь преподавателем института или университета, в основном приглашенная сторона. И ближе ко мне это законы и нормы уголовного процесса, о судопроизводстве, о непосредственной процедуре, о работе, не знаю, различных органов, там прокуратуры, ну не знаю, там уголовного розыска, НАБУ, не знаю, любых. Это ближе ко мне. В отношении образования это скорее ближе вопрос к преподавателям, те, которые думают, как и что дать студентам для того, чтобы они получили и вошли в профессию. Наверное, вы все-таки больше у них спрашиваете, я тут не смогу вам объяснить. Если говорить ближе к вашей профессии, вот совсем недавно тоже был принят закон, в соответствии с которым, если они найдут подозреваемого в убийстве в течение полутора лет, дело закрывают. Вот много стали об этом говорить, о том, что очень много дел закроют. Ну там вы коснулись только такой, наверное... Нашумевшей нормы, да. Ну там это нельзя так назвать ее одной нормой. Там приняты целый ряд изменений, которые, с моей точки зрения, ну очень регрессивны. То есть они не несут позитива для людей, которые работают в области уголовного права и вообще не несут пользы для закона. В том числе и такие, с моей точки зрения, мечтатели, они решили, что надо поставить правоохранительные органы в такое положение, когда они там в течение шести месяцев с момента, когда совершался факт преступления, допустим, зарегистрировано это преступление в этом специальном журнале РДР, да, то в течение шести месяцев они должны это дело расследовать, найти подозреваемого, а еще в течение трех месяцев они должны отправить это дело в суд. Ну это такое, не знаю, как найти слова, это такой непрофессиональный, мягко говоря, подход к праву, потому что, ну даже если взять очень простую вещь, вот вы сказали о делах об убийстве, это не только дело об убийстве, касается любого уголовного дела, да, не знаю, украл, убил, ну много есть уголовных дел, вот такая толстая книжка. Как раз я просто о сроках именно говорю. Ну это сроки расследования, это процедура, но они не совпадают даже, вот есть у нас понятие сроки привлечения к уголовной ответственности. То есть лицо совершило особо тяжкое преступление, 15 лет срок привлечения этого лица к уголовной ответственности. То есть 15 лет правоохранительные органы должны искать этого человека, если они не могут найти, чтобы привлечь его к ответственности. Вы знаете, что есть дела вообще без сроков привлечения к уголовной ответственности. Например, дела против человечества. Эти нормы абсолютно несуразны и противоречат самому принципу и подходам не только уголовного права, а права вообще. Кроме того, есть целый ряд обязательств Украины международных, которые не учтены. То есть вот в процессе таких политических, наверное, каких-то торгов кто-то пытался протащить какую-то свою норму. Например, вот в этом же законе предусмотрено, что экспертизы должны проводить только государственные учреждения в уголовных делах. Ну чего только государственные, что делать остальным экспертам? Или им всем туда записываться, или не записывать. Что предлагают такие законопроекты? Это люди, что без юридического образования? Ну в принципе, почитайте. Вы можете взять, допустим, господин Лазовой, он не имеет юридического образования, который предложил этот проект. Это факт установленный. Мало этого, он вообще никакого отношения по большому счету к юриспруденции не имеет. Ну на сегодняшний день этот закон принят. Ну, слава богу, он пока не подписан президентом. Я очень надеюсь, что президент все-таки его не подпишет. Потому что, ну, с моей точки зрения, его подписав, придется менять. Вот они уже начудились законом Савченко, когда вместо того, чтобы для лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности, создать нормальные условия, пока они не осуждены, если они под стражей содержатся, они взяли просто и начали считать год за два. В результате повыпускали неизвестно кого из тюрем, которые длительное время находились под стражей, пока дело расследовали. У нас дела же расследуются вечно, там, два года, три года. Это обычно норма, если его вообще расследовали. Поэтому вот так вот у нас что-то происходит, люди что-то пытаются сделать, но лучше бы ничего не делали. Я встречался с депутатом, не хочу называть фамилию вот с этого комитета, я даже обратился с письменным обращением и к генеральному прокурору, и к депутатам Верховного Совета, ассоциация правнуки у нас есть, она нас поддержала, мы тоже обратились, вот на мое письмо обратились, скажу, не делайте этого, но это неправильно. Мало этого, я пришел и сам общался с депутатами, в том числе со своими коллегами, и говорю, для кого вы это делаете? Они говорят, ну как, для практикующих адвокатов, говорю, я практикующий адвокат, не делайте этого, мне это не нужно. Я адвокат, я защищаю людей, но я не хочу, чтобы все дела на основании какой-то глупости просто закрыли по срокам, вот этим нелепо придуманным срокам. Ну, давайте возьмем, если, не дай бог, действительно убили человека, и неизвестно, кто его убил, ну почему за шесть месяцев, как вообще возможно же за шесть месяцев раскрыть преступление? Есть преступления, которые раскрываются десятилетиями. А с какой целью принимаются такие законы, на ваш взгляд? Наверное, надо спросить у этих депутатов, но я думаю, что, скорее всего, идея простая. Как бы вот есть целый ряд лиц, которые привлечены к уголовной ответственности, и эти дела тянутся, и тянутся, и тянутся. И вот можно одним махом закрыть сразу сотню дел, или две, причем в отношении людей, которые, ну, наверное, будут очень благодарны за такое принятие решения. Ну, это как бы одна из гипотез. Еще об актуальном. Совсем недавно проходили акции, и протестующие, одно из требований протестующих было создание антикоррупционного суда. Ваше мнение на этот счет? Ну, вы знаете, это, ну, тут можно, знаете, как сказать, а это будет суд антикоррупционный, а остальные суды у нас, что, коррупционные. Смотрите, у нас нету вообще такого понятия отдельного, как коррупция, да, это несколько статей в уголовном кодексе, которые обозначают, например, там, взятка, там, или злоупотребление властью, или хищение государственной собственности должностным лицом. То есть это кусочек уголовного кодекса, вот такой вот малюсенький, да, на который акцентируется внимание общества. Для того, чтобы это дело было нормально рассмотрено судом, ну, наверное, не нужно создавать отдельный суд. Наверное, нужно, чтобы любой суд, который рассматривает уголовные дела, он и рассматривал так, как положено эти дела. Вы знаете, ну, как бы сказать, ну, вот и переменной вывески суть дела не изменишь. Ну, будет он называться антикоррупционный суд. Я понимаю те, которые расследуют эти дела, почему они сражаются за этот антикоррупционный суд, потому что они не способны победить на сегодняшний день в сторону защиты. Она более квалифицирована, она более мотивирована, она имеет больший объем знаний. И поэтому они идут на самые различные ухищрения, в том числе изменения законов, давление на судей, когда они принимают те или иные решения, чтобы довести эти дела до конца. Поэтому они такой пытаются создать для себя карманный суд, да, над которым будет давлеть психология, как лиц, которые расследуют определенного вида преступления. Ну, например, там в отношении высших должностных лиц, государства, публичные преступления. Там на них же будут давить и представители общественности, там самые различные есть такие рьяные поборники, наказание виновное. Хотя, в общем-то, любой человек невиновен, пока нет приговора суда. То есть вот у нас такая искаженная действительность, которая использует искаженные методы для получения в дальнейшем искаженных результатов. В 2012 году был принят закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, да, если я не ошибаюсь. Тогда было множество споров, возникали конфликты между адвокатами и, поправьте меня, Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Вот на ваш взгляд, какие основные проблемы адвокатского самоуправления? Ой, ну это, наверное, отсутствие единства и какой-то единых взглядов, единой команды, единой точки зрения адвокатуры. Кстати, вот я в Одессе, похвалю одесскую адвокатуру. Почему я сюда так много и с большим удовольствием еду, езжу, да, потому что здесь еще такая вот классическая школа адвокатуры, которая все-таки ставит во главе право и правосудие, а не коммерцию и какой-то конфликт интересов. Адвокатура – это часть нашего общества, это часть людей, которые выполняют определенную социальную функцию. Вы должны понять, что адвокат, это у нас как-то его часто ассоциируют с клиентом, вот видят клиент и адвокат. И адвокат – это такой монстр, который защищает бандита. А реально адвокатура – это специальный конституционный институт, основан на том, что он защищает права человека. Кстати, не обязательно подозреваемого, мы должны защищать и свидетеля, и потерпевшего. Мы должны защищать всех тех, кто к нам обратился, их права должны быть защищены. И это, ну, сказать вам, никто в обществе не заинтересован, чтобы невиновный человек был в тюрьме. А если человек виновен, он должен быть наказан соответственно тому, что он совершил. Вот это институт адвокатуры. Вот так он должен действовать. И это основное понимание в институте адвокатуры, а не сколько кто заработал и кого он защищает. Любой человек имеет право на защиту. Ну, это надо понимать, а у нас, к сожалению, этого нет. У вас большой опыт адвокатской деятельности, такой вопрос. У вас есть дело, которое запомнилось вам больше всего? У меня много таких дел. Вообще, моя карьера, как бы, такая достаточно редкая, вообще, я считаю, счастливая для адвоката. У меня было очень много публичных дел. Очень много. Ну, наверное, самый известный из этих дел, когда я защищал там нынешнего генерального прокурора господина Луценко, и президента Кузьму. Было у меня много интересов. Самое интересное, как ни удивительно, у меня было одно дело. Это был обычный гражданин, которого обвиняли в совершении целого ряда тяжких преступлений. Я его защищал 13 лет, пока он не был оправдан. Там, по-моему, было 8 эпизодов. Вот по всем 8 эпизодам он был оправдан. Он был очень тяжелый, очень творческое дело. Мы занимались международно-правовой помощью, собирали доказательства за границей. В общем-то, это, наверное, самое интересное из моих дел. А, может быть, самое интересное из моих дел еще впереди. Спасибо вам большое. Спасибо вам за внимание. Спасибо за то, что пришли в студию и ответили на все вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях был адвокат Игорь Фомин. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на Репортере.